Строительство храма в честь святителя Тихона и святых новомучеников и исповедников в Российских началось в феврале 2012 года. Сождественная церемония освящения и закладки камня в основании храма. Время пролетело незаметно. Возведены уже стены храма, готов купол, изготовлены колокола, которые совсем скоро займут свое место на звоннице. Это, конечно, большое и великое, и значимое событие для города, для всех великолучан. Храм, когда начнет действовать, он даст возможность более открыто выражать свои религиозные чувства нашим гражданам, а также многим великолучанам прикоснуться к нашей великой православной вере, которая уже тысячелетия впитывает историю нашего российского государства. Храм строится на пожертвования великолучан, на пожертвования предприятий, предпринимателей города, а также наших земляков, которые сегодня живут в других городах, а также тех людей, которые однажды в разное время, посетив Великие Луки, влюбились в наш город, оставили его в своей душе, потому что наш старинный русский город, который носит великое имя, воодушевил в свое время их на хорошие и значимые поступки и дела. Подобрать колокола для храма оказалось делом непростым. Даже в старину не у каждого мастера получалось изготовить колокол с приятным, мягким по тембру звучанием, настоящим малиновым звоном. Таких искусных мастеров нашли в городе Тутаеве Ярославской области, где были заказаны колокола для нового храма. Они отлиты старинным способом, то есть в земле. Звучание должно быть отменное. Набор колоколов будет состоять из девяти, общим весом тона семьсот. После освещения на следующей неделе планируем их установку в колокольные, в звонницы. Провел церемонию освещения колоколов благочинно-великолосского округа Игумен Саватий. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что это радостное событие для всех верующих и определенный этап в строительстве храма, который будет средоточием духовной жизни этого района и куда каждый человек сможет зайти и помолиться перед Богом, и открыть ему свою душу. Право первому дарить новые колокола Игумен Саватий предоставил главе города Николаю Козловскому, который, как отметил благочинный, стоял у истоков создания долгожданного храма. Пройдет совсем немного времени. Завершится строительство храма, по всей округе будет раздаваться мелодичный колокольный звон, совсем как много лет назад, когда каждый новый день в нашем древнем русском городе начинался со звона колоколов в многочисленных церквях и соборах. Субтитры создавал DimaTorzok